Привет, друзья! Сегодня я вам покажу одну очень интересную, забавную, неизвестную и уникальную методику ремонта светодиодных ламп. Обычно для того, чтобы починить светодиодную лампочку, ее, конечно, вскрывают. Вскрывают, чтобы добраться до матрицы. Подрезав немножечко колпачок ножом, колпачок удаляют и начинают внимательно рассматривать светодиодных. Прямо на этой матрице мы видим, что один из светодиодов почернел и, скорее всего, он неисправен. И тут начинаются танцы с бубном. Как правило, эту матрицу стараются извлечь, либо извлечь и отрезать, отпаять вот этот вот светодиод. Но так как он находится на довольно мощном алюминиевом радиаторе, это алюминий, и он хорошо отводит тепло, то выпаивание таких светодиодов превращается в довольно непосильную для многих задачу. И хотя методик выпаивания светодиодов очень много, и заканчиваются они тем, что обычно, вместо того, чтобы поставить светодиод с донора лампочки, берут из одной лампочки, выпаивают светодиод, ставят на место сгоревшего светодиода, и все равно такая лампочка долго работать не будет. Либо вот здесь ставят, вот так вот запаивают перемычку. Это тоже возня очень сильная и очень дикая. И в результате, в результате все это было. Все это неинтересно, все это пошло. Вместо перемычки может быть все что угодно, вроде даже конденсатора, вроде даже резистора, позистора, термистера, резистора. О этого я уже говорил. Но я вам сегодня покажу то, что вам никто не показывал. Ролик уникальный, оригинальный, и мое авторское право я за ним закрепляю. С помощью этой уникальной методики вам не придется вынимать эти матрицы, вырезать, выкусывать или же выпаивать эти светодиоды. Достаточно только найти тот самый неисправный светодиод и сделать над ним те самые манипуляции, которые я вам сейчас покажу. Чаще всего сгоревший светодиод ищут визуально. С помощью поиска всяких там черных точек или же даже черных пятен. Ну вот смотрите, у меня в руках матрица, у которой исправны микросхемы, а один из светодиодов вышел из строя. И увидеть визуально, который из светодиодов вышел из строя, не предоставляется возможным. Сейчас я вам покажу методику, как найти тот самый неисправный светодиод, который мешает гореть всем остальным. Включим, соблюдая меры предосторожности, вот эту лампочку в сеть. Гореть она, конечно, не будет, будет она пищать, даже кое-где помаргивать. Некоторые из светодиодиков светятся, но в основном лампочка не горит. Затем мы берем обыкновенный пинцет, скрепку, булавку или что-нибудь изолированное. Лучше взять такой прибор, с помощью которого можно будет замыкать контакты светодиодов и прощупывать все светодиоды в поисках того места, в котором лампочка просто ярко загорится. Разумеется, надо соблюдать меры предосторожности, а пинцет должен иметь изолированную или изолирующую ручку. Итак, мы касаемся выводов светодиода, лампочка загорелась, а это значит, что именно вот этот светодиод неисправен. И именно его мы некоим магическим способом и образом сейчас излечим, не выпаивая. Для приготовления секретного волшебного раствора нам потребуется секретный волшебный порошок и секретный волшебный растворитель. Набираем немного растворителя, добавляем его в порошок. Пропорции должны быть 13 к 1, сами понимаете почему. Перемешиваем и ждем, пока кристаллы растворятся. Приготовленный раствор ни в коем случае не пейте и не ешьте. В простонародье этот порошок еще называют белой смертью. И теперь с помощью волшебной палочки, которая обладает волшебными свойствами по отношению к электричеству, она не пропускает электричество, мы наносим маленькие-маленькие капельки раствора на больной непроводящий светодиод. Видите, он уже пытается вспыхивать, но пока что ничего не происходит. Мы нанесли слишком мало раствора, надо постараться нанести побольше. Волшебство и магия, они всегда сопряжены с риском. Видите, у нас даже дым пошел, правда лампочка почему-то больше не горит. Если вы не закончили Хогвартс или не имеете диплома по магии, лучше такие эксперименты не проводите. Я их провожу на свой страх и риск, специально, чтобы вы могли посмотреть, что получится, если применять практическую магию для лечения вот таких вот светодиодных ламп. Похоже, больше светиться не желает. Что я хотел показать данным экспериментам? Ну, во-первых, то, что соленый раствор проводит ток. Благодаря этому лампочка вдруг начала на некоторое время светиться. Но, так как здесь сопротивление оказалось слишком велико, соленый раствор прожег изоляцию и замкнул на подложку. В результате еще часть схемы вышла из строя. На самом деле, вся эта возня с починкой светодиодных лампочек не стоит выеденного яйца. Множество разных вариантов поломки не дают гарантии того, что вы после того, как замените один-два светодиодика или поставите перемычку, получите нормальное устройство, которое долго вам будет служить. Но, все-таки, творческий процесс, он должен быть творческим процессом. Я, как электрический художник, вижу именно так. Мы провели забавный эксперимент. Я научил вас методики ремонта лампочек. А также, довольно интересный опыт, в результате которого мы выяснили, что соленые лампочки, если они вдруг замокли в соленой воде, восстанавливать не имеет смысла. А на этом все. Пока.